Пантелеев Михаил Александрович Заведующий лабораторией молекулярных механизмов Гемостаза Центра Теоретических Проблем Физико-химической фармакологии РАН Старший научный сотрудник Гематологического научного центра Российской Академии Медицинских Наук Лауреат премии Европейской Академии Для молодых ученых России Основные научные интересы Механизмы регуляции процессов гемостаза и тамбоза Биохимия и биофизика свертывания крови Математическое моделирование в системной биологии Мой сегодняшний рассказ Будет посвящен не одной, а скорее сразу двум темам Я боюсь, что я вынужден беспардонным образом Нарушить одно из основных заповедей лектора Одна лекция, одна идея Но иначе не получается Потому что в нашей работе эти две темы Неразрывно сплетены друг с другом Первая тема Это система свертывания крови Замечательно сложная и запутанная система нашего организма Которая занимается тем Что предотвращает кровопотерю После ранений А еще и многими другими вещами К сожалению, эта же самая система Ответственна за львиную долю Инвалидности и смертности В современном мире У нее есть такая оборотная сторона А вторая тема Это биофизика сложных систем Наука, которая занимается попытками понять Как функционируют такие сложные системы Подобные системе свертывания И каким образом этими системами Можно управлять к нашей пользе Давайте начнем с самого основного Что такое свертывание? С точки зрения физики Свертывание Это не что иное Как желирование Те из вас Кто когда-либо Хоть раз порезал себе палец Или поцарапал руку Наверняка Обращали внимание Особенно если не спешить Промывать и перевязывать рану Что кровь со временем Начинает течь медленнее И загустевает А потом перестает течь совсем Это и есть работа системы свертывания крови Работа, которую В отличие от большинства остальных Биохимических систем Очень удобно Можно наблюдать невооруженным глазом Физически это означает Желирование Почти наверняка Вы когда-нибудь в жизни пробовали Либо холодец Либо заливное Либо кисель Все это процесс Все эти объекты Это примеры гелий Каллоидных систем Где жидкость пронизана На микроуровне Тончайшей трехмерной Сеткой Больших молекул И эта сетка Способна удерживать Внутри Своих ячейок С помощью поверхностного Натяжения Достаточно Большое количество Жидкости Тысячекратно Превышающие по массе Знаменитые Одноразовые подгузники Для новорожденных Используют Тот же самый Базовый принцип геля Можно удержать Очень большой Объем жидкости Конкретно Для системы Свертывания Эта сетка Имеет Вот такой вид Как показано На реконструкции Сделанной Моим коллегам Из физико-технического Института Андреем Николаевым Это Так выглядит Фибриновая сетка Сетка Образованная Молекулами фибрина Основного Белка Системы свертывания Под Электронным Сканирующим Микроскопом Чем Система Свертывания Отличается От холодца Чем Что в ней Радикально Отличное Это Ее сложное Устройство При Приготовлении Любого геля Есть Реально Одна Единственная Реакция Которая Осуществляет Этот процесс Превращение Жидкости В твердое Вещество В системе Свертывания Реакция Желирования ТОФИ На самом деле Реально Одна Вот Она Показана Едной Единственной Стрелочкой Превращение Белка Фибриногена В фибрин Который Потом И полимеризуется И создает Фибриновый Сгусток В чем Необычность Свертывания В том Что для того Чтобы создать Такой Сложный Фибриновый Сгусток Нужно Огромное Количество Вспомогательных Реакций Которые Этим Процессом Управляют Я не буду Сейчас Рассказывать Подробно Обо всех Стрелочках Которые Есть На этой Схеме Но я Поясню Общую Разные Квадратики На этой Схеме Означают Белки И Кружки Тоже А стрелки Обозначают Либо взаимодействие Этих Белков Либо Переходы Из одного Состояния В другое Запуск Системы Свертывания На схеме Находится Слева Эта Молекула Которая Называется Тканевым Фактором Активатор Свертывания Запускает Цепочку Процессов Которые Долго Долго Влияют Не превращает Фибриноген В фибрин И не приводит К свертыванию В нашей лаборатории В кипотологическом Научном центре Усилиями Анны Баландиной Был приготовлен Небольшой Наглядный тест Чтобы показать Что такое Свертывание Вживую Вот здесь Находится Плазма крови Кровь Из которой Удалены Клетки Красные Белые И все прочие Это сделано Исключительно Для того Чтобы это Было Наглядно В остальном Разницы Никакой нет Как вы можете Легко убедиться Это Плазма Жидкость Сделаем Теперь Следующую Простую Вещь Возьмем Пробирку С активатором Свертывания Тем самым Белочком Что изображен Крайним Левым На этой схеме И Нальем Этот активатор В пробирку С плазмой И Несколько раз Как следует Перемешаем А теперь Чуть-чуть подождем Потому что Свертывание Процесс Не Мгновенный А я тем временем Продолжу свой рассказ Итак Самое интригующее В системе Свертывания Это то Что в ней Есть Как залось бы Одна единственная Полезная реакция А все остальные Занимаются Непонятно чем Все вы наверное Слышали Древний И бородатый Анекдот О фирме Которая наняла Дворника Чтобы подметать улицу Потом она Наняла Бухгалтера Чтобы платить Дворнику Зарплату Потом юриста Экономиста Охранника Секретаря Для директора А потом Деньги закончились И нужно было Кого-то сокращать И конечно Они сократили Дворника Так вот Система свертывания Напоминает До некоторой степени Как раз Того самого Дворника Непосредственно Перед его Увольнением Есть одна Единственная Реакция Которая делает Полезное дело И огромное Количество Реакций Которые занимаются Непонятно чем Реакции Дармоедов А может быть И не таких Дармоедов В это дело Надо посмотреться Поглубше Почему система Свертывания Так важна У нее есть Масса Интересных Научных Достоинств И есть Как минимум Одно Огромное Практическое Достоинство Или недостаток Эта система Которая является Жизненно важной Без нее Мы существовать Не можем Одновременно Является По своей Смертоносности Наверное Лидирующей Системой Среди Всех Физиологических Систем Нашего Организма Львиная Доля Тромбозов Прошу Прощения Львиная Доля Смертности И инвалидности Происходит Благодаря Тромбозам И прочим Нарушениям Именно Этой системы При раке Заражении Крови И Самых Разных Заболеваниях И состояниях Начиная От простого Перелома Лодыжки И заканчивая Очень сложными И малопроизносимыми Клиническими Наименованиями Непосредственной Причиной Смертности Является Именно Система Свертывания Крови Почему Так происходит Для этого Нам Надо будет Посмотреть На эту Систему Чуть-чуть Под другим Углом Откуда У нас Вообще Взялось Свертывание Крови У наших Далеких Беспозвоночных Предков Его не было Вообще Наверное По-хорошему Следует Сделать Шаг Еще Один Шаг Назад И задаться Вопросом Откуда У нас Взялась Кровь Кровь Появилась Тогда Когда Наши Совсем Уж Далекие Предки Где-то Около Миллиарда Лет Назад Попытались Стать Многоклеточными Как вы Знаете В пределах Одной Единственной Клетки Тепловое Движение Молекул Достаточно Чтобы Нормально Разнести Все Нужные Питательные Вещества Многоклеточные 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 Организмы Обзавелись Какими-то Системами Циркуляции Чаще всего На основе Жидкости Которые Переносили По ним Полезные Вещества И Уносили Вредные К сожалению То, что Может течь Способно И вытекать Поэтому У этих Организмов Сразу же Стала Проблема Как Перекрывать Место Повреждения При ранениях Чтобы Не терять Драгоценную Кровь Тогда Она называлась Гемолимфой И Чтобы Не допускать В эту Драгоценную Внутреннюю Среду Опасные Микроорганизмы Появилась Нужда В какой-то Затычке У Этих Беспозвоночных Организмов Это чаще всего Делалось И делается Сейчас С помощью Каких-то Механизмов Основанных На агрегации Клеток Клетки Путем Хемотаксиса Стремились К месту Повреждения И Перекрывали Это Какой-то Более-менее Рыхлой Затычкой У нас, кстати, тоже существует Такой механизм И он Для нас Очень важен Только Уже Механизмы Переноса Клеток И сам вид Этих клеток Которые Закупоривают Наши Ранения Совсем Другой Но Есть Одна Проблема Если Мы хотим Быть Не просто Многоклеточными А если Мы хотим Быть Эффективными Многоклеточными Быстро Бегать Сильно Думать И Заниматься Прочими Требующими Энергии Вещами Нам Необходимы Очень Эффективные Системы Переноса Нам Нужна Кровь Которая Циркулирует С высокими Давлениями И Высокими Скоростями А для Того Чтобы Перекрывать Ранения В такой Системе Нужно Что-то Более Прочное И надежное Чем Хилый Агрегат Клеток Через Который К тому же В любом Случай Может Просачиваться Жидкость Поэтому Около Полумиллиарда Лет Назад У Одной Из Групп Организмов Выработалась Замечательная Система Система Которая Стала Заклеивать Им Ранки На Основании Желе На основании Того Самого Элегантного Физического Принципа О котором Я вам Рассказывал В самом Начале Эта Группа Организмов Называется Позвоночные Свертывание Крови Существует Исключительно У Позвоночных В его Таком Виде Достаточно Эффективном И У всех Позвоночных Что очень Интересно Оно Практически Одинаковое Все Организмы Которые Имели Предыдущие Варианты Более Простые Варианты Системы Свертывания К сожалению Вымерли За одним Единственным Исключением Вот этого Замечательного Организма Который Называется Минога Это Так называемые Бесчелюстные Позвоночные Одна Из Очень Отдаленных Ветвей Позвоночных Которые Так и не Выработали У себя Челюстей Челюсть Вообще Замечательный Механизм В каком-то Смысле Не менее Замечательный Чем Свертывание Крови Он Он позволяет Откусывать Куски От того Кто Больше Тебя И Это Впервые Практически В истории Эволюции Появилась Система Которая Позволяла Так здорово Сражаться С теми Кто Привыжает Тебя Размерам Поэтому Почти Все Позвоночные Являются Челюстными Всех Бесчелюстных Они По-видимому Съели Только У миноги Осталась Старая Система Свертывания Которая Примерно Раза в два Меньше Чем У человека И у Прочих Млекопитающих Прошу прощения У прочих Позвоночных Начиная С рыб И заканчивая Высшими Млекопитающими Давайте Кстати Проверим Что тут Произошло Да Произошло В значительной Степени Желирования Вы можете Убедиться Что То Что Стало Жидкостью Сейчас Превратилось В достаточно Плотный Сгусток Он Сохранил Цвет Всего лишь Визуально Только Стал Мутным Но Зато Теперь Это Никуда Не Течет Вернемся К нашей Истории Почему Я заговорил Про эволюцию Потому Что Эволюция Готовила Систему Свертывания К Вполне Конкретным И очевидным Вызовам Нашим Далеким Предкам Приходилось Жить В антисептических Условиях Тропических Лесов И саванн Со страшной Силой Убегать От львов И тигров Или наоборот За кем-то Гнаться Сражаться Между собой Нам нужна Была Максимально Эффективная Система Предотвращающая Потери Крови И заражения И мы Такой Системой Обзавелись Сейчас У нас Совершенно Другая Ситуация У нас В нашем Распоряжении Есть Реанимация Которая Позволяет Поддерживать В человеке Жизнь Тогда Когда В древних Условиях Она Была бы Невозможна Еще 150 лет Назад Человек С тяжелым Заражением Крови Или черепно-мозговой Травмой Имел Очень маленькие Шансы На выживание У нас Есть Фастфуд Который Всячески Повышает В нашей Крови Калории И склонности К тромбозу По результатам Некоторых Исследований У нас Есть Малоподвижный Образ жизни А Со стрессами Мы Сталкиваемся Чаще всего На экзаменах Это Приводит К тому Что Система Свертывания Оказалось Делающей Не всегда То, что Нужно Например Эволюционно Не выработалось Сильной Защиты Против Тромбозов Против Диссиминированных Свертываний Потому что Диссиминированного Свертывания Потому что Когда Наш далекий Предок Оказывался С заражением Крови Он в любом Случае Не выживал Сейчас Такие Люди Могут Быть спасены Но Система Свертывания Чувствуя Атаку Бактерий Начинает На них Отвечать И сама Начинает Все Сворачивать Это Один из Простых Примеров Того Как Свертывание Действуя В лучших Побуждения Может В конкретной Ситуации Приводить К гибели Человека Насчет Задач Системы Свертывания Мы Плавно Переходим К Следующей Теме Моего Рассказа К биофизике Сложных Систем Как Мы Можем Попробовать Понять Такую Сложную Систему Этим Занимается Наука Которая В России Традиционно Называлась Либо Биофизикой Клетки Либо Биофизикой Сложных Систем А Вообще Сейчас В мире Чаще всего Используется Термин Системная Биология Который Сейчас Подобно Лесному Пожару Захватил Практически Все Биологическое Сообщество Это Наука Которая Пытается Количественными Современными Методами И теоретическими И экспериментальными Разобраться В функционировании Нашего Организма Сейчас В мире Получена Масса Информации О том Как устроен Человек Как устроена Клетка Проблема В том Что эту Информацию Осознать Невооруженным Умом Не представляется Возможным Самая Лучшая Аналогия До которой Я сумел Додуматься Состоит В следующем Представьте Себе Что Вас Приводят В ангар И показывают Стоящий Реактивный Самолет Неизвестной Конструкции Такой Большой Трансконтинентальный Авиалайнер И вам Предлагается Его запустить В воздух Даже Если бы У вас Была Сила Голиафа И вы Были Его Попытаться Бросить Вы Понимаете Что Это Кончилось Б Ничем Хорошим В то время Как Человек Знающий В чем Дело Мог бы Зайти В кабину Нажать На две Кнопки И Лайнер Бы Перелетел На другой Конец Света Вот это Пример Искусственной Сложной Системы Системы Которые Нужно Управлять Осмысленно Переводя Эту аналогию В свертывание Если Мы Например Хотим Вылечить Какое-то Нарушение Системы Свертывания Если Мы Хотим Попробовать Ее Вернуть В нормальное Состояние Из Ненормального Мы Можем Добавлять Лекарства Которые Воздействуют На разные Точки Этой Системы Но Ситуация По существу Будет Примерно Такой Как Если Мы Пытались Пинками Заставить Взлететь Авиалайнер Нужно Точно Понимать Что В системе Занимается Какой Задачей Для Того Чтобы Успешно Ее Контролировать Разные Науки Подходят К этой Задачи По-разному Например Классическая Биохимия Занималась Выделением Отдельных Белков Свертывания И Выявлением Связей Между Ними В нашей Аналогии С Авиалайнером Это Будет Как Если Бы Электрик Тестером Или Может Быть С Ноутбуком Прозванивал Разные Блоки Этой Системы Раскручивал Ее И Пытался Понять Что Делает Каждый Кусочек Системы Работа Безусловно Важная И Нужная Но Недостаточная Другой Вариант Врачи Которые Вынуждены Повседневно С этой Системой Сражаться Это Можно Уподобить Пилотам Которые На этом Самолете Пытаются Лететь Потому Что Деваться Им Некуда Даже Если Мы Об этом Ничего Не знаем Все равно Лечить Людей Нужно Третий Третий Вариант Генетики Которые Исследуют Геномы Человека И других Организмов С целью Понять Истоки Этой Системы Их Можно Уподобить Хакерам Которые Пытаются Взломать Конструкторское Бюро И утащить Документацию На этот Самолет Им Это Удается Только Она Оказывается Зашифрованной Очень Сложным Образом А Те Кто Занимаются Системной Биофизикой Системной Биологией Они Больше всего Похожи На Конструкторов Которые Собирают Сведения От всех Кто Так Или Иначе С этой Системой Работают И пытаются Создать Действующую Реконструкцию Понять Как Вот Эта Штука В целом Работает И Зачем Здесь Нужен Каждый Кусочек Основой Всех Таких Подходов Как Правило Является Математическое Моделирование Потому что Без моделей Здесь Не уйти Никуда Даже Если Подход Изначально Экспериментальный Все равно Модели Очень сильно Помогают Интерпретировать Результаты Экспериментов Кстати Как раз В применительной К системе Свертывания Наша Страна Может Похвастаться Значительным Приоритетом Именно У нас В конце Восьмидесятых Годов Михаилом Александровичем Ханином Была создана Первая Математическая Модель Регуляции Свертывания И получены Очень важные Результаты Первые Серьезные Попытки Ответить на Вопрос Какую функцию Выполняют Каждые Разные Стрелочки В этой Системе Давайте Посмотрим Как мы Можем Сражаться Со Сложной Математической Моделью Потому Что Когда Появляется Одна Или две Сотни Дифференциальных Уравнений Это В некотором Роде Не менее Сложное И тяжело Чем Иметь Дело С Вот Такой Пробиркой Где Что-то Сворачивается Настоящая Математическая Модель Вещь Достаточно Сложная Существует Большой Спектр Подходов К изучению Математических Моделей Биологических Систем И я Ни в коем Случае Не буду Даже Пытаться Вам О них Сегодня Сколько Нибудь Подробно Рассказывать Некоторые Подходы Основаны На Теории Бифуркации Другие Задействуют Методы Связанные С Сингулярными Возмущениями Это Один из Самых Мощных Инструментов Который Выходит Из Теоремы Тихонова Посвященные Дифференциальным Уравнениям С малыми Параметрами Я Расскажу О двух Самых Простых И очевидных Вариантах Как мы Можем Побороться С моделью Сложной Системы И извлечь Оттуда Полезную Один Подход Чаще Логарифм Логарифм Ответ Ответ Покупают значительно изменяется, его перестают покупать, без него можно отлично обойтись. Эластичность в экономике определяется абсолютно точно так же, только там добавляется знак минус по очевидным причинам, чтобы число в итоге получалось положительным. Потому что обычно при повышении цены спрос почти никогда не растет. Поэтому если бы эластичность в экономике имела вот такой вид, то тогда все значения эластичности были бы отрицательными. Вот этот простой подход является на самом деле очень популярным и активно используемым инструментом для исследования моделей самых разных типов. У него есть масса недостатков, но есть и серьезные достоинства. И основная его идея заключается в том, что мы можем понять, какие конкретные параметры, а это значит, какие конкретно реакции белки в сложной системе отвечают за разные вещи. Другой подход — это посмотреть на структуру системы в целом и постараться построить простую модель, которая описывает участок этой системы или даже систему целиком, выхватывая ее существенные части. Например, если мы посмотрим на эту схему, то мы можем заметить, что в свертывании есть вещь, которая то и дело повторяется, когда какой-то белок активирует другой, а тот, в свою очередь, активирует его самого. Чтобы это не выглядело так страшно, я нарисую это в обычных биохимических терминах отдельно. Вещество С превращается в вещество Е, которое, в свою очередь, катализирует превращение вещества С1 в вещество Е1. А это, в свою очередь, активирует первую реакцию. Такая конструкция называется положительной обратной связью. То, что очень часто используется, или, во всяком случае, термин, который очень распространен, скажем, в радиотехнике. Если присмотреться, то видно, что почти вся система свертывания крови построена на таких положительных обратных связях. И это значит, что если мы поймем, о какие вещи могут делать обратные связи в принципе, то мы сможем понять, зачем они нужны в системе свертывания. Именно этому была посвящена работа Михаила Александровича Ханина. Он впервые теоретически проанализировал и показал, что наличие в системе свертывания положительных обратных связей может приводить к переключениям. Это стандартное свойство таких систем. И конкретно в свертывании это имеет очень большой физиологический смысл. Чтобы эта система не срабатывала при каждом чихе, при появлении одной единственной молекулы-активатора, а чтобы у нее был какой-то порог. До порога она ничего не делает, а после порога она резко отвечает и все сворачивает. Экспериментально, кстати, порог свертывания был найден всего лишь год назад Анной Баландиной в нашей лаборатории. Что еще тут может происходить? Еще одно известное свойство обратных связей заключается в том, что они могут работать в пространственном распространении. Лесной пожар — это классический пример системы с положительной обратной связью. Процесса, который благодаря этой положительной обратной связи без затухания распространяется в пространстве. Свертывание крови на самом деле тоже является пространственным процессом. Я попробовал это проиллюстрировать на показываемой сейчас анимации. Здесь вот этот клинодидный вырез — это имитация раны. Пусть эта рана заполняется кровью. Свертывание активируется активатором, находящимся на границе повреждения. А свернуть необходимо весь объем раны. Вот показан активатор. И свертывание должно распространяться в пространстве до тех пор, пока оно не свернет все место ранения. Впервые конкретно для свертывания крови такую проблему поставил и рассмотрел Фазаил Инаятович Атаулаханов из гематологического центра, который одновременно преподает на кафедре биофизики физфака МГУ, где я впервые услышал его лекции и пошел сам заниматься этой темой. Около 15-20 лет назад он впервые рассмотрел эту проблему и сначала теоретически, а потом и экспериментально показал, что действительно положительные обратные связи в системе свертывания вот это портрет Фазаила Инаятовича, что положительные обратные связи в системе свертывания нужны именно для того, чтобы свертывание распространялось в пространстве. Несколько лет назад в нашей лаборатории Михаилом Аванесовым с помощью вот этой установки, это ее древняя версия, существовавшая у нас 10 лет назад, было продемонстрировано, что при болезни гемофилии, тяжелой наследственной болезни, при которой возникает склонность к кровоточивости, нарушена именно пространственная фаза распространения свертывания. Начинается процесс одинаково и в плазме больного гемофилией, и в нормальной плазме, но после этого в нормальной плазме он распространяется далеко, а в гемофилии сгусток получается очень маленький. Если мы вернемся к схеме и посмотрим на нее, то гемофилия – это болезнь, при которой отсутствует вот этот белок, как раз важный центральный компонент положительной обратной связи. Я не буду сейчас дальше глубоко входить в подробности, как еще можно исследовать систему свертывания крови. Я покажу одну схему, которая вышла в свет в мае этого года в BioPhysical Journal, в нашей работе, которой мы попытались подытожить итоги пары десятилетий исследования свертывания, как в нашей команде, так и другими исследователями. Та сложная и запутанная схема, с которой я начинал, здесь представлена в ином виде. Здесь вот такими цветными облаками выделены различные блоки, различные модули этой системы. Нам удалось теоретически и экспериментально показать, что разные модули системы свертывания отвечают за очень конкретные и вполне интуитивно понятные физиологические задачи. Например, блок реакции с участием пятого фактора отвечает как раз за то, чтобы в системе свертывания было переключение, порог. Дальние дальнодействующие петли положительной обратной связи регулируют пространственное распространение, как я только что рассказал. Маленькая петля положительной обратной связи вот здесь оказывается важна для того, чтобы свертывание нормально работало в присутствии потока. Это позволяет надеяться, что мы благодаря вот такому модульному анализу сможем не просто понимать, какое место в системе свертывания занимается какой задачей. Но еще мы сможем осмысленно на эту задачу воздействовать. Например, если у нас произошло то или иное нарушение, мы сможем его целенаправленно скорректировать и вернуть в систему в состояние нормального свертывания, не вызывая перекоса ни в сторону кровотечений, ни в сторону тромбоза. В частности, та самая жутковато выглядящая и собранная на коленке установка, которую я показывал вам на одном из предыдущих слайдов, сейчас в значительной степени преобразилась. Она оказалась полезным инструментом не только для изучения свертывания, но и для диагностики его нарушений. Вот здесь представлены фотографии фибриновых сгустоков, вырастающих как в норме, так и у разных пациентов. И внизу приведены цифры, которые показывают, что стандартные анализы свертывания этих нарушений не чувствуют. Сейчас эта работа получила поддержку Роснано, и в ближайшее время планируется начинать уже массовое производство таких приборов, которые выглядят сейчас уже гораздо более приличным образом. И мне хочется надеяться, что это будет успешно доведено до конца, и это будет тот случай, когда работа, начавшись совершенно фундаментальным и абстрактным образом с анализа уравнений и использования теоремы Тихонова, в итоге сможет оказать реальную помощь конкретным людям. Я завершу свой рассказ последним слайдом фотографии, где показана команда, работающая над этим прибором, и еще одним самым-самым последним отступлением в сторону второй темы моего рассказа, в сторону сложных систем. Каждая клеточка нашего организма – это сложнейшая машина, содержащая тысячи белков, десятки тысяч других соединений. Это могут быть варианты белков, метаболиты, липиды, внуклиновые кислоты. И перед наукой 21 века стоит сложнейшая задача – постараться понять, как вот эта вся машинка работает. Для того, разумеется, чтобы с этой машиной можно было что-нибудь полезное сделать. Ну и кроме того, это просто интересно. И мне кажется, что именно по этой причине системная наука имеет все шансы претендовать на то, чтобы стать главной в биологических науках, а может быть и не только в биологических науках 21 века. Судя по тому, как сейчас обстоят дела, судя по тому, как плохо и как с большим трудом мы понимаем относительно небольшую системку свертывания из 50 белков, очень может быть, что те тайны и секреты, которые давно пытается раскрыть человечество, секреты старения, секреты разума, они уже давно у нас в кармане. Давным-давно уже известна вся информация, которая нужна, чтобы с этим разобраться. И где-нибудь в базах данных, полученных с помощью геномики или протеомики, все сведения о нужных белках и реакциях хранятся. И задача состоит не в том, чтобы открыть какой-то новый белок, чтобы в том, как понять уже работающий, уже открытая, как понять, как работает биология. Спасибо за внимание. Я закончил. Лена Фатьянова, журнал «Наука и жизнь». Скажите, пожалуйста, а что служит сигналом для крови к сворачиванию? Мы представляем себе, как проходит этот сигнал и что им является? Это совершенно закономерный вопрос. И я, наверное, неправильно поступил, что недостаточно осветил его в лекции. Да, это очень хорошо и точно известно. Активатором свертывания служит белок-тканевый фактор. Белок, который сидит на мембранах всех клеток нашего организма, за исключением клеток крови и внутренней выстилки сосудов. Поэтому получается, что кровь остается жидкой, потому что она циркулирует в тончайшей одноклеточной оболочке, которая ее изолирует от этого белка. А как только происходит любое повреждение, кровь начинает вытекать и тут же попадает в ткани, где находится этот активатор. Андрей Шестаков, биологический факультет МГУ. Я хотел бы задать вопрос по поводу вашей глобальной цели, все-таки тех факторов, которые бы препятствовали сворачиванию крови. Это первый вопрос, какие успехи у вас на этом пути. А второй, по поводу таких веществ, исторически уже давно применяемых человеком, в виде герудина, герудотерапии, насколько известно в деталях весь механизм и насколько мы придумывая какие-то новые методы ингибирования этого процесса, можем улучшить его по сравнению с такими вещами, которые уже столетиями применял человек. Спасибо. С вашего позволения, я начну со второго вопроса. Действительно, сейчас у нас уже существует масса инструментов для того, чтобы воздействовать на систему свертывания крови. И эти инструменты играют огромную роль в борьбе с нарушениями этой системы. Их главным недостатком является то, что они в каком-то смысле уподобляются тому, о чем я сказал, запуск реактивного лайнера вручную. Это связано с тем, что они просто грубо и сильно воздействуют на, как правило, на центральный белок в этой системе, на тромбин. Хотя не обязательно. Они не нормализуют свертывание. Они это свертывание перекашивают в сторону от тромбоза. Ну, например, в случае герудина. И, как правило, это почти всегда ведет к проблемам с кровотечениями, зачастую при этом еще не решая проблем с тромбозами. Сейчас обычная практика заключается в том, что лучше пусть будут кровотечения, чем тромбозы. Потому что, если кровь вытекла, можно что-нибудь перелить. А если она свернулась в ключевом органе, то это уже крайне плохо. Но это, к сожалению, не панацея. Необходимы вещества, которые могли бы корректировать, которые могли бы лечить не сильное свертывание, а которые могли бы лечить тромбоз. Мы активно движемся в этом направлении, в первую очередь теоретически, пытаясь понимать, какие кусочки нам нужно блокировать или наоборот стимулировать. Кроме этого, в нашей же команде ведется и разработка новых возможных лекарственных средств. Вороня, Олег, химический факультет МГУ. Возвращайтесь к причинам смертности большинства здесь присутствующих. Да. Все-таки. Основная причина инфарктов и инсультов это все-таки отложение липидовысокой плотности или нарушение вот в этой системе свертывания. И следствие этого второй вопрос. То есть на что людям обращать внимание? Скажем, это питание или это какие-то другие вещи наследственные и вы уже ничего не сможете сделать? По первому пункту эти вещи неразрывно связаны. То есть отложение липидов является началом, но для того, чтобы это перешло в активную стадию, здесь ключевые проблемы идут в свертывании. Потому что свертывание очень сильно зависит от липидов. И в присутствии большого количества липидов свертывание просто взрывается. И большой объем немедленно сворачивается. Как с этим бороться? Вопрос очень сложный. Существует огромное количество генетических факторов, которые влияют на склонность к тромбозу, которые активно изучаются, и каталог их сейчас далеко не полон. Образ жизни безусловно влияет. Но я боюсь, что за исключением общего пожелания вести здоровый образ жизни, если пить, то желательно красное вино, по его поводу, о его благотворном влиянии, были серьезные исследования. По другим факторам я не очень хорошо помню. И в тем случае, если у вас возникает болезнь, которая чревата проблемами в свертывании, ну, например, перелом лодыжки, не забывать проверять не только состояние того, как он сращивается, но и не появились ли у вас тромбы. В остальном регулировать биохимию с помощью питания достаточно тяжело. Волгин Игорь Леонидович, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, профессор факультета журналистики МГУ и литературного института имени Горького. Биография писателя это вот та культурная вертикаль, которая как бы является соединительным звеном между разными эпохами. Это позволяет лично соприкоснуться со временем, с историческим контекстом, с героем. Это не только урок истории, это нечто большее. Достоевский как историко-биографическая проблема. Лекция Игоря Волгина.